У нас в студии Айн Рэнд, автор источника, Атлант расправил плечи, и еще одно произведение, название которого я не помню, так как оно довольно длинное. Еще один роман? Нет, не роман, а книги, которые вы написали. Объективизм. Введение в эпистемологии объективизма. Да, именно. И вы сказали, что не будете против, если я прочту эту книгу. Так вы сказали моему ассистенту. Да, сказала. И я ее не прочел. Я осознаюсь в этом. Но я хочу очень поверхностно коснуться одного вопроса, так как здесь очень много людей, которые не знают, что такое объективизм, и не понимают его, но которые много читали о Айн Рэнд, читали ее книги и хотят узнать, что она из себя представляет, если можно так выразиться. Давайте кратко охарактеризуем объективизм. Хорошо? Мне прочитать длинную лекцию? Нет, не очень. Потому что это ужасно сложно. Во-первых, это философия. Это философская система. А философия — это наука, изучающая фундаментальные принципы реальности. Так что это довольно специфическая тема. И все, что я могу кратко рассказать, не обоснует мою философию. Но я могу попытаться. Тогда могу ли я спросить о некоторых особенностях? Хорошо. Как я вписываюсь в философию объективизма? Как он относится ко мне, индивидууму? И что он для меня делает? Вы человек? Тогда он имеет к вам отношение. Он рассказывает вам, как прожить свою жизнь, достигать своих целей и быть счастливым. Он описывает вам фундаментальные принципы, на основе которых вы можете принимать свои решения. Более того, он показывает вам, что у вас есть средства для принятия этих решений, ваш работающий разум, и что реальность, которую вы воспринимаете, существует. И это все эпистемология. Это ответвление философии, которое показывает вам, на какие принципы стоит опираться во время принятия решений. Но существует много философий, предлагающие людям подобное. Религии предлагают подобное. Формы правления предлагают подобное. Как формы правления не предлагают? Это политика. Совсем другое дело. Она появляется потом. Да, но правительство в некоторых областях, в некоторых случаях, определит ваши решения, или же покажет, как жить правильно. Но я опущу правительство и просто скажу, что религии — это и есть философии. Чем объективизм отличается от тех философий, которые мы получали нас в молодости? Философии, основанных на религии, теологах, догматиках. Самое главное отличие — объективизм показывает вам, что человек не может жить, слепо опираясь на веру. А религия неразрывно с этим связана. Вы принимаете веру духовно или, если вас приучили к ней с рождения, вы не принимаете ее осмысленно. А объективизм учит вас, что именно разум, человеческий разум — это и есть главное средство выживания. Это его главная особенность, и он должен жить и принимать решения, опираясь на собственный разум. Человек должен принимать сам решения, но он должен знать, как это делать. Действовать, опираясь на эмоции, аморально. Идти на поводу скоротечных прихотей — вот, что объективизм называют аморальным и неправильным. А сама нравственная норма, по сути, это умение пользоваться разумом. Разумность — ваша главная благодетель, из которой возникают все остальные. И вы сами в это верите, да? Вы соглашаетесь с подобной философией? Да, она сделала меня такой, какой я есть. Значит, в первую очередь, вы верите в Айн Рэнд. Естественно. Ни в Бога, ни в рай, ни в ад, ни в правительство, ни в других людей, ни в какие-то высшие силы. Вы верите сами в себя. Я бы так не сказала. Да, в какой-то степени это так, но, как и все вопросы веры, это очень спорно. Я уверена в своей способности мыслить. И более того, я уверена, что если бы у меня было меньше возможностей, чем сейчас, неважно, как бы сложилась моя жизнь, мой разум — это все, что мне поможет. И будя сама собой или даже самой глупой девчонкой в классе, какого я никогда не была, в жизни я должна руководствоваться одними и теми же нормами морали. Насколько умной? А вы сами поняли эту тему, сказав, что не были самой глупой в классе. Не была. Насколько умной вы были, когда учились в школе? Очень умной. Я была лучшей ученицей. Я ходила в две разных школы в разных городах, и везде была лучшей. Кроме того, что вы были лучшей, не измеряли ли вы как-то еще свой интеллект? Не говорили ли родителям, что «О, эта девочка так умна, это просто сокровище?» Нет, в мое время в России таких тестов не было. Но вы знали, что вы умна? Да. Вы чувствовали, что в школе слишком просто? Да. Что вы далеко обошли программу? Да. Как вы справлялись с этим? Как вы приучали себя заниматься по программе? Вы хотите это узнать? Да. Я всегда старалась сесть сзади, заслонялась книгой и писала романы. Я делала это с десяти лет. Сценарии я писала с восьми, и занималась этим в классе, потому что иначе там было невыносимо скучно. И меня никогда не ловили, потому что можно было заранее прочесть учебник и всегда знать, о чем говорит учитель. Мне нужно было прочесть его всего лишь раз, и я разбиралась в предмете. Возможно, это плохо повлияло на мою дисциплину, так как все было слишком просто и скучно. Как это повлияло на вашу дисциплину? Мне не надо было прилагать усилий. Конечно, во время написания романов все было иначе. Но в школе у меня не было трудностей. В чем сложность написания романов? В том, что это огромное количество текста, которое нужно держать в голове. Огромная структура, в которой вдохновение помогает мало. Нельзя писать роман, просто взглянув на листок и решив, что писать. Это огромная конструкция, куда сложнее зданий, которую постоянно нужно помнить, в которой нет места противоречия, и которую нужно довести до ума. Это ужасно сложно, но игра стоит свеч. Конечно, если писать хорошие романы. Вы помните свой первый роман, который писали в 10 лет на задней парте? Самый первый? Я помню первый сценарий. А роман я так и не закончила. Постойте, нет, закончила. Да, я помню. Тот, который я не закончила, был в колледже. Я помню. Но не заставляйте меня пересказывать сюжет. Нет, не буду. Но мне будет приятно думать, что где-то в комоде или в ящике чулана все еще лежит эта рукопись. Скорее всего, она была уничтожена в Ленинграде. Значит, он существует только у вас в памяти. Да, я не брала его с собой. Когда вы поняли, что объективизм может стать вашей философией? С тех самых пор, как я о себе помню, с двух с половиной лет. Первое мое воспоминание было в два с половиной года. И с тех самых пор я никогда не меняла своих убеждений. Конечно, в два с половиной года я не знала столько, сколько знаю сейчас. Но мой подход не изменился. Я никогда не менялась. Почему это подходит вам? Потому что это правда. Это соответствует действительности. Это правильная философия. Под правдой я имею в виду соответствие действительности. То есть она позволяет мне верно обходиться с действительностью. И в первую очередь она говорит мне, что надо опираться на суждения, а не эмоции. По вашему мнению, почему религии привлекают к себе больше людей, чем объективизм? Во-первых, у них гораздо больше времени. Подумайте, ведь религия старше объективизма. Я не думаю, что хотела бы привлечь столько же людей, сколько религии. Но если серьезно, то ответ таков. Религия — примитивная форма философии. Потому что они обе представляют собой систему различных предпосылок. Она формирует для вас рамки, среду, базис, на основании которой вы выводите собственные убеждения. Таким образом, религия — это примитивная философия запретов, если хотите. Она дает ответ «нельзя». Она заявляет, что не надо думать. Можно положиться на нее. Все просто. Религия расскажет, что нужно делать практически в любой ситуации. От вас требуется только подчиняться и принимать это на веру. Почему люди принимают это? Потому что никто не может жить без философии. Даже самый примитивный, недумающий человек нуждается в чем-то, что увязывало бы его действия, идеи и его жизнь. Ему необходима интеграция. И религия предоставляет ее в готовом виде. Философия, по сути, делает то же самое. Но она предлагает человеку идею, контекст для его мышления. И требует, чтобы он самостоятельно, с помощью своего разума, смог понять и затем принять базовые принципы, по которым он будет жить. А в годы своей молодости я хорошо знал теорию религии. И не могу вам сказать, что сейчас я так же твердо верю в нее, как и в годы молодости, когда ее изучал. Интересно. Но мне все же не хотелось бы думать, что когда мы проходим свой жизненный путь, и он подходит к концу, он просто заканчивается, и что у нас нет никакой другой цели. Я здесь в затруднении. Мне хотелось бы думать, что за пределами того, что мы называем жизнью, есть что-то еще. Скажите, допустим, вы были бы убеждены, что за пределами жизни ничего нет. Что бы это меняло для вас? Для меня бы это была огромная разница. Я согласна с вами. И эта разница была бы в лучшую сторону. А мне кажется, в худшую. Мне не хотелось бы верить, что когда мое тело умрет, моей душе больше никогда не будет. Что она будет разрушена. Не разрушена. Подумайте об этом в другом ключе. Если вы знаете, что это жизнь, это все, что у вас есть, не будете ли вы стараться получить от нее по максимуму? А не думать, что если вам не удастся насладиться этой жизнью, то у вас впереди еще будет неограниченное количество жизней. И что вы можете расточительно распоряжаться этой жизнью. Нет, я так не думаю. Я не думаю, что я хочу потратить хоть секунд на своей жизни в пустую. Однако время иногда уходит в пустую. И наверняка у Айн Рэнд время тоже уходит в пустую. Да. Так давайте же не тратить его. Вы имеете в виду, что я ничего не делаю? Просто плыву по течению. Творчески тратите его в пустую. Творчески. Так. Но мне все же хотелось бы думать. Не хочется сейчас говорить в духе Махараджоя. Но я не могу думать о жизни как о непрекращающемся процессе. Что вечность существует, и мы будем частью этой вечности. Когда мы умираем, то становимся всего лишь трупами в могилах. Но мы не трупы в могилах. Нас там нет. Как вы не понимаете, что когда эта жизнь закончится, нас там не будет. И мы не будем говорить, «Ох, как ужасно, что я труп». Нет. Это верно. Я всегда была согласна с мыслью одного греческого философа. К сожалению, не помню его имени. Я прочитала ее, когда мне было лет 16. И она повлияла на всю мою жизнь. В момент смерти я не умру. Это мир закончит свое существование. И это абсолютно верно. Для меня сейчас это не может быть большим вопросом, поскольку мое время существенно ограничено. И у меня сейчас то же самое чувство, что я буду наслаждаться жизнью до самого последнего момента. А то, что она закончится, мне не нужно об этом волноваться. Меня там уже не будет. Очень жаль, что мир прекратит свое существование. Прекрасный мир закончит свое существование вместе со мной. Но я прожила свою жизнь, и мне не на что жаловаться. Айн Рэнд не боится смерти, так ли? Нет. Только смерти того, кого я люблю, но не своей собственной. Как философ Айн Рэнд смотрит на Соединенные Штаты сегодня? Люди стоят в очередях за бензином. Люди боятся возможного экономического кризиса. Люди не знают, сохранится ли наша страна как единое целое из-за военных угроз от других стран по всему миру. Расскажите, как вы на это смотрите? Это будет громкое заявление, но прежде всего, резюмируя, мне кажется, что эту страну разрушает ее философия. Прежде всего, университеты. Университеты — это сейчас наиболее опасная вещь в этой стране, поскольку они учат тем идеям, которые непременно приведут к разрушению этой страны. Мне кажется, что американский народ слишком хорош для такой программы. Вы замечаете, люди начинают обращаться к правым идеям. Это очень здоровый знак, но среди правых нет лидера. Нет мыслящего лидера. Нет идеи. И вполне возможно, что народ проиграет из-за отсутствия мыслящего лидера. Однако базовые принципы... Извините, кого вы имеете в виду под мыслящим лидером? Гарвард, Ельский университет? Я имею в виду, допустим, Гарвард, или другой университет, который будет проповедовать американские идеи, а более конкретно, идеи разума, индивидуализма и капитализма. Даже интеллектуально престижные заведения... Сегодня они не заслуживают этого звания, но когда-то заслуживали. Такие как Гарвард... Даже заведения такого масштаба проповедовали правильные идеи, те, на которых изначально основывалась Америка. Короче говоря, идеи Аристотеля, который был отцом этой страны. Если бы они делали это сейчас, мы могли бы рассчитывать на крупнейшее возрождение в мире. И до сих пор это еще не поздно. Мы можем получить лучшее возрождение, чем первое. Эта страна вернется к жизни. Но сегодня, когда все эти заведения, начиная с Гарварда и так далее, проповедуют коллективизм, мистицизм, что важнее всего, альтруизм, самопожертвование, добровольный отказ, уступки. Все эти отвратительные идеи, которые весь мир лелеял веками. Если они будут это делать, эта страна не выживет. Вы не могли бы объяснить немного конкретизированное? Я никогда не был на занятиях в Гарварде. В этом ваше преимущество. Спасибо. Но не могли бы вы привести пример, как они учат самопожертвованию, как они учат альтруизму? Откройте ежедневную газету. Взгляните на господина Картера, своеобразный персонаж, который говорит нам, что чтобы справиться с нехваткой бензина, нам всего лишь нужно меньше ездить, отказаться, принести в жертву, понизить уровень жизни, и тогда мы все будем жить лучше. Что это? Верная философия для страны, у которой есть гордость и чувство собственного достоинства? В какой-то момент в багаж знаний американского народа закралась ошибка. Точнее, закралось много ошибок. Но, по крайней мере, люди учили гордиться своей страной. Причем гордиться правильными вещами, великими достижениями страны. Сегодня же вы должны извиниться перед каждым голым дикарем в любом уголке мира, поскольку вы более обеспечены. Раз вы заработали свои деньги, значит, вы должны чувствовать себя виноватым и извиняться за это. А он не заработал, и у него нет намерения у вас учиться. Он просто хочет, чтобы вы дали ему денег. Вот чему нас учат. А почему нас этому учат? Да потому что в Гарварде и повсюду сегодня господствует философия Иммануила Канта. Это главный злодей нашей эпохи. Не Карл Маркс. Вы имеете в виду, что во всем виноват Кант. Во всем виноват Кант. Не Карл Маркс. И даже не религия. Хотя я не одобряю религию, как вы знаете. Но они не злодеи. Злодей Иммануил Кант, который проповедовал, что разум человека недейственен. Что вещи, которые мы воспринимаем, не существуют. Они нереальны. Вещи в себе, согласно его философии, находятся в другом измерении. Наш мир — это мир феноменов, как он его называл. Кроме этого, еще есть мир науменов, который для нас никоим образом не познаваем. И этот мир науменов — это и есть настоящая реальность. Вот только воспринять его мы не в состоянии. Поэтому давайте жить здесь, на Земле, и исполнять свои обязанности. А нашу обязанность нам сообщает некий голос, доносящийся из другого измерения, которого мы не знаем. А он-то как знает. Вот об этом он не говорит. Он говорит, что на уровне морали мы должны исполнять наши обязанности. В чем состоит наша обязанность? В том, чтобы делать вещи, в которых нет нашего личного интереса, которые не могут принести нам выгоду. Вы знаете, он даже хуже, чем альтруист. Альтруист скажет вам, что вы не должны быть счастливы. Вы должны жертвовать собой ради других, и тогда вы будете добродетельным. Кант пошел дальше. Он говорит, если вы делаете что-то, потому что у вас есть какая-то цель, даже благополучие других людей, ваши действия недобродетельны. Или, как он выражается, они не имеют морального значения. Для того, чтобы быть действительно добродетельными, нужно делать то, что не принесет ничего ни вам, ни другим. Если вы сможете достичь такого уровня абсолютного ничтожества, предложите съесть себя какому-нибудь каннибалу. Вот тогда вы добродетельны. Вот такой философ оказал влияние на сегодняшнюю жизнь. Если этому учат в сегодняшних университетах, учению Канта и всевозможным вариантам и производным от него, а все современные философии незаконнорожденные кантианцы, если вы меня понимаете, если этому учат детей, то что они привносят в жизнь, выходя из колледжа? То, что мы видим сегодня. Мы достигаем видимой вершины кантианства. Они курят траву. Они пытаются любыми возможными способами уничтожить свой разум. Они живут сегодняшним днем. У них нет ни целей, ни ценностей, ни эгоизма. Они чрезвычайно не эгоистичны, поскольку у них нет ни единой собственной идеи. В чем ценность эгоизма? Я буду использовать другое слово — самоуважение. Ценность эгоизма в том, что вы цените себя, что вы живете в соответствии со своей природой, что означает «по своим собственным суждениям». И вы уважаете свой разум. Вы уважаете свою способность делать правильные вещи. Таким образом, вы уважаете возможность быть морально-добродетельным человеком и относитесь к себе как к ценности, которую стоит беречь. Давайте спустимся от уровня канта к стереотипу, который я вдолбил в себя с детства. И вы, возможно, его слышали. «Делай счастливым других, и будешь счастливым сам». Конечно, кто же его не слышал? В этом-то и проблема. Давайте стремиться к тому, чтобы в один прекрасный день мы его больше не услышали. Поскольку это неправда. Это недопустимо. И первый вопрос, который вы должны задать — «Почему?» «Почему хорошо хотеть, чтобы другие были счастливы, а вы нет?» Наверное, вы ответите «Так другие будут хотеть, чтобы ты сам был счастлив, а они не были». Это похоже на рождественский обмен подарками, которые никому не нужны. Но вы должны обменяться подарками и не имеете морального права сделать что-нибудь для себя. Тогда я так говорю. Вы можете делать других людей счастливыми, если эти люди что-то для вас значат. Если вы их любите, если захотите, чтобы они были счастливы, отлично. Если вы их не любите, это не моральное преступление. Вы не должны всех любить. Да вы и не можете всех любить. Это бессмысленное выражение. Любить можно только того, кого ты ценишь. Если они способствуют твоему счастью, ты способствуешь их счастью. Отлично. Но каждый из вас должен быть эгоистичен в этом. Допустим, кто-то вас любит и говорит вам, «Я люблю тебя, потому что ты такой плохой». «Я приношу себя в жертву и буду любить тебя». «Вы это примете?» «Нет». «Я тоже». Это самые оскорбительные слова, которые только можно услышать. И этого требует от нас альтруизм. Есть великий русский писатель, который пытался так делать. Достоевский. Он женился на бедной глупенькой Шуея, которую нисколько не любил, и желание сделать ее счастливой. В итоге она покончила жизнь самоубийством. Вот это альтруизм в действии. Вот к чему приводит альтруизм. А как насчет выражения, «Благословенен тот, кто дает, а не тот, кто получает». Очевидно, что это выражение для государства всеобщего благоденствия. Несомненно, это слоган, от которого все пытаются уклониться. «Пожалуйста, дайте мне, и будете благословенны, а я оставлю себе ваши материальные ценности». А вы же не возражаете, когда получаете подарки? Возражаю. Правда? Если только они не от людей, которых я люблю, моих друзей или мужа. Я это имел в виду. Да, такие подарки я люблю, но от незнакомых людей я подарки не принимаю. Но если речь идет о вашей семье и о людях, которые вам глубоко не безразличны, вы тоже им дарите подарки? Да, конечно. Дарю, когда хочу. Но я не считаю это моральной обязанностью. И я также совсем не считаю это добродетелью. Но вы говорили... Могу я говорить сейчас о том, что мы обсуждали во время рекламной паузы? Худшее, что происходит сегодня, это нападки на умения и таланты людей. Я вообще-то называю сегодняшнюю атмосферу эпохой зависти. И я спрашивал вас, подвергались ли вы нападкам со стороны других людей из-за того, что вы успешный человек. И я не знаю, захотите ли вы поделиться с аудиторией ответом, который вы дали мне. Да, подвергался. Вот это я и считаю самое аморальное, что может быть. Нападать на другого человека не из-за его пороков, а из-за его добродетелей. Поскольку добиться успеха в любом виде рациональной деятельности, это большое достоинство. А люди будут нападать на вас из-за того, что вы применили ваши способности, много работали, были последовательны, амбициозны, и они захотят, чтобы вы чувствовали себя виноватым из-за этого. Это величайшее зло в соответствии с моей философией. Повторите, пожалуйста, величайшее зло в соответствии с вашей философией — это нападать на человека из-за его достоинств. Я называю это «почувствовать или проявить ненависть к добру за то, что это добро». Это нападки на людей за их достоинства, за их достижения, за все то, что есть у них ценное. Не за их пороки, не за их грехи. Более того, люди, которые проповедуют это, слащаво отзываются о порочных людях. Неудачники, лгуны, обманщики — все те, кто слабы, вдруг приобретают какую-то ценность. А все те, кто успешны, подвергаются нападкам, потому что они достигли успеха. А каким нападкам подвергались вы? Как критиковали вас? Вы знаете об этом? В этой стране, да и в мире, многие думают, извините, что вы ловкачка. Они так не думают. Они хотят это слышать. И понятно, почему? Потому что я проповедую абсолютно противоположное тому, чему учит кантианская философия, по которой они живут. Кантианская и ее производные. Что вы думаете произойдет с Соединенными Штатами, если мы продолжим двигаться в том же направлении? Если продолжим, то полный крах. Но я все же думаю, что мы не продолжим двигаться в том же направлении. И что эту страну спасут не интеллектуалы, а обычные люди. Потому что они уже восстают и без поддержки интеллектуалов. Они уже начинают понимать тот факт, что нам надо двигаться вправо. а не в сторону государства всеобщего благоденствия. Надо отдать должное понимание людей. Я хочу прояснить, я не консерватор. Мне кажется, что сегодняшние консерваторы хуже сегодняшних либералов. И если кто-то разрушит эту страну, то это будут консерваторы. Потому что они не знают, как учить капитализму, как объяснить его людям, поскольку они ничего не делают, а только извиняются. И потому что они все альтруисты. Они все основываются на религиозном альтруизме. А на таких идеях нельзя спасти эту страну. Проблема этой страны состоит в том, что изначально она была заложена отцами-основателями на правильной философии. Но у них не было морального кодекса, который соответствовал бы их политическим идеям. Вы любите эту страну, не так ли? Я люблю ее с большой страстью и осознанно. Я люблю ее за идеи. И достаточно видела обратную сторону. Поэтому я могу по достоинству оценить эту страну. У вас тоже возникают эмоции по поводу этой страны? О, да. Вы даже можете благодарить Бога за эту страну? Да. Я могу не иметь в виду буквально какого-то Бога, но мне кажется, значение выражения «спасибо Боже» или «дохранит вас Бог» для меня это означает наивысшую благодарность. Я, конечно же, благодарю Бога за эту страну. И спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Большое спасибо за ваши вопросы. Я получила удовольствие. Приходите к нам еще, и дохранит вас Бог. Спасибо. Желаю вам того же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!